Приветствую вас, дамы и господа. Давайте рассмотрим сегодня Арбитрум. Токен. Хороший, интересный. Мне он нравится. Да, здесь, конечно, прогноз цен. Ну, что пишут? Может кто пишет что-то? Сейчас вроде обещают, ну, трейдер, тихоанализ обещает что-то такое там может отскочить. Проект солидный. Ну, ладно, давайте его смотреть. Возлюбленный выбор. Это не будем, это негативом сразу открылось, какое-то воровство. На это, по-моему, не будем смотреть. Если нам надо будет что-то уточнить, то лучше всего посмотрим. Негативности на это, вот. Не знаю, сигнификатором оставить что-ли, выбор. Ну, Аркан-то хороший такой. Ну, так. Давайте смотреть. Прошлое, настоящее, будущее. На пять месяцев. Три-пять месяцев. Прошлое. Что было с ним? Так, открываем. О! Такое ощущение, что лежал на дне. Да, ну вот в прошлое как раз сейчас показано башней. Дай бог, конечно, что эта башня, она окажется в данном моменте времени. Ну, то есть он сейчас-то вообще, как говорится, на дне целует дно. Уход. Кто-то повыходил из проекта. Была объявлена ему война. А здесь он лежал, набирался сил. Рыцарь отдохновения. Он набирал потенциал по мечам. То есть уже вот после того, как... После тройки идет четверка. Это потенциал ментальный. Настоящее. Давайте смотреть. Настоящее по линейкам. То, что в прошлом башня. Это хорошо, что она в прошлом. И что она нам будет давать? Так. Настоящее. Мы очень все долго ждем. Но, кстати сказать, карта победителя в настоящем. Будет колесница в настоящем. Будет линейка настоящая. Но по башне все-таки какое-то разорение. Старший аркан. Здесь башня в прошлом. Здесь в настоящем колесница. Все-таки проект рабочий. Никакая не ерунда. Что у нас на дне кого-то? Король жезлов. Но неплохое. Не ерундовый проект. Очень долго ждать его в настоящем. Но проект не ерундовый. То есть Старший аркан. Колесница. Но по башне из прошлого тянется в настоящем. Все-таки какое-то разорение. Люди идут на махране. Не видят деньги. Ну, здесь, как говорится, у многих такое ментальное представление, что туда ли мы вложились. Правильно ли мы инвестировали. Ну, посмотрим давайте будущее. Умеренность. Ну, вы знаете, будущее хорошее у него. Так. Ну, кого-то. Смотрите. Выбор как раз стоит над линейкой настоящего. То есть ставим сигнификатор над линейкой настоящего. То есть сигнификатор настоящий. Долго ждать. Глашатой победой. Будет все-таки движение. Будет все-таки потенциал накапливаться. Но здесь, к сожалению, пятерка. Это мини-башни. Это не совсем башни, которые вот все разрушают. Но это мини-башни. И по этой мини-башне все-таки в будущем будут какие-то ограничения, стало бы связано с аэрофантом. Но аэрофант стоит с хорошей картой. С девяткой кубков. Это купец. Купец, который, в общем-то, богатый. Он успел продать свой товар. И, как говорится, получить прибыль, созвать гостей. Здесь в будущем у него по этой линейке война. А в этой войне, которая была ему, видимо, объявлена. Ну, это так показывают карты. Он получился все-таки арбитром-победителем. То есть глашатым победой. Ну, потому что проект хороший. И по этой линейке уже идет рыцарь Пентакли Монет. То есть рыцарь такой статичный. Действительно, как не за складом. Ну, скорее всего, да. Все-таки он статичный. Значит, это складировано. Но он держит свою монету крепко в руках. Но, с другой стороны, есть у него такое толкование, у этого рыцаря. Как рыцарь... Не помню. То ли госпитальер, то ли тамплиер. Который обладал... Хранитель казны обладал казной. Но он сам, этот рыцарь, ей не пользовался. Он, в общем-то, только лишь хранил. И ее, в общем-то, не брал ничего из казны. В общем-то, такая статичность и стабильность финансовая показана. Но, при этом, это показано на земном плане. А вот рыцарь, как раз, он смотрит на купца. То есть, неплохо здесь. Но это умеренность. Это топтание на одном месте. Оно тоже... Оно, в общем-то, о чем и ни о чем. С одной стороны, это ангел. С другой стороны, это топтание. Это не дает никаких лишних каких-то вот этих вот провальных телодвижений. Нет, провальных карт нет. В проекте. Кроме башни, которая в прошлом. Колесница положительная карта, старший аркан. Умеренность положительная карта, старший аркан. И рахант. И все это приведет к какому-то королю. Давайте совет карт посмотрим. А здесь будут какие-то дипломатические. Опять на уровне рыцарей. Опять дипломатические. Рыцарь будет смотреть на дно колоды, на короля. То есть даже рыцарь будет находиться под королем. Но я не смогу сказать, что это очень плохо или очень хорошо. Но здесь оно идет ко дну по убывающей. Какие-то будут переговоры. В общем, он ничего кроме вот как болтовни какой-то не несет. Такой дипломатической болтовни. Ну, а с другой стороны, это информация. Информация, дипломатия. То есть это, возможно, даже показывает его в этой ситуации. Показывает его способность что-то передавать, какую-то информацию. Скорее всего, так. Но при том это на ментальном уровне. На таком... Да, ментальном уровне. Да неплохой расклад. Неплохой. Что вот здесь вот все-таки линейка будущего неплохая на 5 месяцев. Но ограничения. Ну, давайте смотреть ограничения. То есть это результат, итог. Совет карт. Ну, будьте дипломатичны, будьте спокойны. Ну, в общем-то, в этой ситуации он нравится такой. Но есть у него отрицательный момент. Такой вот. Вы не хотите так, а я буду настаивать на своем. Я буду делать по-своему. Но это уже в каких-то человеческих отношениях можно трактовать как негатив. Так, башню мы рассматривать не будем, потому что она, в общем-то, здесь видна из-за ухода. Вот этот вот, если взять треугольник. Буква. Ну, а если взять такой треугольник, то смотрим. Колесница чем откроется? Да в настоящем карте бланкой. Удачи. Хорошо. Умеренность. Вы знаете, здесь будет, я не скажу, что манипуляции по магу. Но он руководимый. Руководимый. Старшим Арканом маг дает большой потенциал. У него все четыре стихи он управляет. То есть он уручную руководимый, который приведет, в общем-то, скажем, не хранителя, а рыцаря Пентакли, к какой-то статичности. В хорошем смысле этого слова. Так, и здесь будет какой-то человек, король кубков. Ну, не очень-то с иерофантом. Иерофант, который дает какие-то земные ограничения. В плане законов, в плане какого-то организации мира. Ну, с другой стороны, иерофанту тоже дает все-таки какой-то порядок такой. Хорошая карта. Так, и здесь все-таки у него он будет... Вот смотрите, иерофант открылся. То, что все-таки будет какой-то потенциал. Будут какие-то идеи по нему и мысли. Идеи и мысли на уровне, в общем-то, высокопоставленных лиц таких. На уровне каких-то менеджеров, наверное. И здесь тоже менеджерская карта. Это тоже менеджерская карта. Ну, то есть в самом проекте это вот люди. А это уже огромные силы. То есть умеренность открылась магом, который... Ну, так она хорошо открылась. Приведет к Пентаклиовому рыцарю. Умеренность, то есть это топтание. Если бы она открылась плохо, то можно было бы сказать, что это болото. Болотцы. Болотцы с водой. Здесь нормально. Купец нормальный. Ну, неплохо он открылся. Карта бланка у него стоит на колесничьем. То есть я-то думала, что... Почему-то вот башня, она тянет. Она тянет, к сожалению, сюда. Но он неплохо открылся к Иерафанту. Она тянет. Вот она, видите, как из-за башни. Вот эти разорения пошли. Они мимо кассы. Мимо храма, мимо кассы. Неплохо открылся. Ну, давайте сейчас задавать вопросы. И здесь выбор большой. Ну, потому что, то есть, выбирают проект хороший. Это право выбора. Выбрать его или не выбрать. Нормально открылся. Но неплохо, не катастрофично. Давайте сейчас задавать вопросы. Более существенные, по-моему. То есть, ну, то, что он проект рабочий, это никакая не скамена, ничего. Это даже мы не будем рассматривать. А давайте спросим... Спросим по поводу ценовой политики. Вот, что нас интересует. 3-5 месяцев. Так. Так. Информация. Так. Капитализация. 2,61. Полностью. Так. Предложение. Дата выпуска. Так. Максимум. Максимум был... Такая 2 долга. 39. 2,40 считайте. 2,40, да? Давайте посмотрим, будет ли он 2. А сейчас? А сейчас-то, конечно, не мучай. Да, и, кстати, сказать, он был арбитром-то сейчас на хаях в течение месяца. Не месяца, а... Где-то в новом году, что ли, он был около нового года. Такая цена 2,40. Давайте спросим, будет ли сейчас нового. У него график такой интересный. То есть там такие свечи, тени, очень большие. Будет ли 2,40? Давайте сначала спросим 2 доллара. По-моему, 2,40 это с тени от свечи. Ага, да, 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 да. А здесь уровень 2 долларов. Арбитром 2 доллара. Умеленно. Опять же она умеренно с отшельник. Отшельник все-таки говорит о том, что, возможно, нет. Тайны. Раздача. Разбитый сердце. Но, скорее всего, вот тайна эта... Ну, не хочет она вот эта непроглядная карта. Ну, вот это как раз король с этой тайной связан. 2 доллара навряд ли до конца года. Потому что здесь умеренность он где-то будет топтаться, может быть, около двух. Шрица. Все зависит от этого короля, от менеджера, от какого-то, от руководителя. И очень быстро. Ну, возможно, очень быстро. Если там кто-то захочет, то очень быстро он может проколоть и потом снова опуститься. Так, а давайте спросим. Ну, доллар-то, конечно, будет в течение... Давайте спросим 3 доллара. 5 месяцев. Кто его знает. 3 доллара. Мы 2 спрашивали, давайте 3 посмотрим. Ну, все, вот Мать-Земля-Императрица, да. Даже не хочу дальше есть, чтобы не спутать клиническую картину. Но здесь ничего. С деньгами. Сначала побреет. Но 3 он даст. Под влиянием силы. После разорения. Ну, надо быстро, то есть, на 3 доллара ставить. И, возможно, даже это... Ну, то есть, кто... Так, а давайте спросим, будет ли он 4 доллара. По императрице он будет. Почему-то. А 2 нет. Да? 2 так, под сомнением. Нет, оно не то, что под сомнением, а как-то вот... Все-таки жрица, она потом нам указывает на каких-то лиц. Так. Ну, доллар будет. Будет доллар? Что-то долго ждать. Не положительно будет. Ну, сейчас уже все измаялись. Охрана. Все-таки он сейчас дно свое оберегает. Сейчас он на дне вот это борется, чтобы не провалиться. Да. Доллар будет. Доллар-то тогда доллара осталось. Так. 2-3 доллара. Давайте посмотрим. 4 доллара. Может. А может, и 3 нет. На 3 он говорит, что да. А 4. Голову пробьет. Опять. Вот он. Видите? Это ограничительный столб. Он, в принципе, положительный. И юстиции. Но они положительный хард показывают. Но они со столбами. И в то же время защита. Да похоже. Да. Потом снова это будет первая победа. 4. Потом снова будет, наверное. Правильно я поняла? Нет. Императрица будет у власти оберегать. Может, возможно, он на 4-е-то сходит. Возможно. Но проект сам хороший, рабочий. Будет ли успех у арбитра мам в этом году? Ну, как его состояние? Пусть с фортуной. Пусть с его вот этими. Чисто такими качествами проекта. Опять императрица. Да нормально все с ним будет. И на дне колесницы. Колесницы движения вперед-вверх. Девятка монет. Долгие ожидания. Уже вот выбор пути, который у нас был. Здесь очень много иллюзий. Но это уже не важно. Давайте посмотрим, что вообще у нас с ним. По книге. По книжному гаданию. Откроем книжку. Уберегательную. Гадание сверх книжек. Так. Страница. Сейчас у него какое-то окончание сроком. Не окончание цикла какого-то. Но я думаю, окончание падения. О, дьявол. Боже мой, сейчас. Что там с ним вытворяют? Режут, рубят сейчас. Ну, видите, вот он, рыцарь Пентакли. Сейчас вот так раз. О, и у него удача будет. Это сама открылась. Карта бланка сама открылась. Хотела этого показать. Ничего вам. Сейчас у него будет потом после рыцаря мечи, этого такого воинствующего, который рубит налево и направо шашки на голову, будет все-таки этот тихий хранитель Пентакли, хранитель денег. Работать будет проект рабочий. Монотонно будет работать. Ну, с эфиром связано. Монотонная работа. То есть, и к чему она приведет? Ну, будет управляемо. О, все. Управляемо будет. Какой-то персоной. Я не говорю, что это женщина. Но это та персона, которая диктует свои правила. То есть, ты сделаешь это, ты пойдешь туда налево-направо. То есть, ну, такое ручное управление. Короче, очень потанцевал. Все, давайте больше не будем, потому что, не дай бог, расклад можно охарактеризовать, ну, как в плане хоро-шо. То есть, хоро-шо, хороший расклад. Не будем дальше лезть, чтобы уже не вызвать никакие силы и что-то такое, чтобы, ну, как говорится, не сглазить. Ну, проект хороший, будет потенциал у него. Всех благ, желаю профита, всего самого наилучшего.